Кризис в стране потребовал всеобъемлющих решений. Кризис в стране потребовал всеобъемлющих решений. Переходный военный совет в Судане призвал все политические силы к широкому диалогу. В минувший четверг министр обороны Судана Ават Ибнауф объявил, что президент Амар Аль-Башир взят под стражу и страной в течение двух лет будет управлять Переходный военный совет. Решительные действия военного командования, вышедшие за конституционные рамки, носили вынужденный характер и происходили на фоне массовых протестов в столице и других городах страны по поводу инфляции и роста цен на продовольствие. Генерал Амар Зейналь Абедин, глава политического комитета военного совета, на пресс-конференции объяснил общественности действия армии. «Мы приняли решение об изменении ситуации, когда она зашла в тупик», — заявил он. Это был не переворот. Кризис в стране потребовал всеобъемлющих решений, основанных на требованиях протестующих на улице. Протесты в Судане начались в декабре минувшего года, когда сотни людей вышли на улицы городов Гедарьев и Адбара. Причиной тому стало решение властей поднять втрое цены на хлеб после трехнедельного дефицита, что еще сильнее ударило по карману подавляющего большинства суданцев. В результате затяжного экономического кризиса инфляция в стране достигла 70%. Национальная валюта обесценилась на 80%. Остро ощущалась нехватка продуктов первой необходимости. Акции начинались под лозунгом «Нет голоду», но вскоре зазвучали политические лозунги и призывы к свержению режима. Выступления быстро перекинулись на другие города, в том числе на столицу Харту. Протестующие пытались ворваться в официальные учреждения и полицейские участки, в ответ структуры безопасности применяли силу. В конце февраля после двух месяцев волнений генерал Амар Аль-Башир, пришедший к власти в 1989 году тоже в результате военного переворота, распустил правительство, отправил в отставку глав администрации всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса. Однако это не успокоило протестующих. 6 апреля тысячи суданцев вновь вышли на улицы столицы. На их стороне выступало объединение профсоюзов Судана, которое и было организатором антиправительственных акций. Центром событий стал комплекс здания Министерства обороны страны в Хартуме недалеко от президентского дворца, перед которым расположился постоянный лагерь демонстрантов. 9 апреля началась перестрелка между представителями сил безопасности и некоторыми военнослужащими, поддержавшими демонстрантов. Появились жертвы. Ситуация стала развиваться все более бесконтрольно. Наметилась тенденция перехода части офицеров средневойнейшего звена на сторону протестующих. Перед высшим военным командованием замаячила перспектива раскола вооруженных сил, чего армия допустить не могла. Это и вынудило военачальников перейти к решительным действиям. В ночь на 11 апреля Амар Аль-Башир был взят под домашний арест. Начались аресты лиц из его ближайшего окружения, включая главу президентской гвардии и председателя правящей партии Национальный конгресс, известного своей приверженностью и воззрением братьев-мусульман. Заместитель главы Переходного военного совета Хамити выдвинул свою программу политических реформ и призвал к проведению отвечающих международным требованиям выборов. Следует отметить, что, придя к власти со словами «демократия», которая не может прокормить свой народ, недостойна того, чтобы продолжать свое существование, генерал Аль-Башир так и не смог накормить свой народ. И это при том, что Судан богат природными ресурсами нефтью, золотом. Однако, как это бывает при авторитарной форме правления, эти богатства были использованы не на пользу населения страны. Бесконтрольно обогащалась верхушка бюрократии, отягчающим фактором стала коррупция. Судан, по оценке экспертов ООН, является одним из самых коррумпированных государств мира. Более того, политика Аль-Башира во многом привела к расколу Судана, когда в 2011 году от него отделилась южная часть страны. В результате три четверти нефтяных месторождений оказались на территории Южного Судана, 12 миллионов жителей, в то время как на основной части страны, 40 миллионов человек, осталась транспортная инфраструктура нефтепроводда порта Порт-Судан на Красном море. Военный переворот в Судане совпал по времени с событиями в Ливии, где в эти дни генерал Хафтар пытается поставить под свой контроль столицу страны, и в Алжире, многолетний президент которого был вынужден 2 апреля уйти в отставку под давлением демонстрантов и армии. Некоторые эксперты-арабисты указывают в связи с этим, что происходящее в Северной Африке общественно-политические события имеют отчасти и скрытый от глаз общественности аспект. В суннитской ветве ислама, считают они, продолжается глубинное столкновение двух течений. У каждого из них свой взгляд на государство как социальный институт, есть и поддержка со стороны тех или иных государств мира ислама. Отсюда, к примеру, напряженные отношения Катара с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами они, на первый взгляд, кажутся однотипными аравийскими монархиями. В Северной Африке, с одной стороны, присутствуют братья-мусульмане, которые придерживаются так называемого политического ислама. Один из их ведущих идеологов в минувшем веке египтянин Сиит Кутб, казненный в 1966 году. По оценке гуру западной геополитики Генри Кессенджера, его творчество, призывавшее к вооруженному джихаду и установлению исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания Великого Халифата, представляет собой своего рода объявление войны против существующего порядка. В Египте представитель этого исламистского движения Мухаммед Мурси в 2012 году победил на президентских выборах, но на следующий год был низложен в результате военного переворота. Братья-мусульмане имеют сегодня существенное влияние в западной части Ливии, Триполитании, вооруженные отряды их сторонников контролируют Триполи, Миссурату, Сирд, поддерживая правительство национального согласия во главе с Фаизом Сираджем. Арабские СМИ утверждают, что союз революционеров Миссураты пользовался благосклонностью со стороны Катара и Турции. С другой стороны, Мадхалиты течения внутри салафитского движения, базирующиеся на трудах саудовского мыслителя Раби Аль-Мадхали. Краеугольным камнем его общественно-политических взглядов является беспрекословная лояльность к правительству, даже если оно подвергает своих подданных неоправданному насилию. Салафиты Мадхалиты пользуются покровительством со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В противовес более радикальным элементам исламистского движения. Как бы там ни было, сейчас в Судане ответственность за развитие страны взял на себя Временный военный совет. Первоначально его возглавил министр обороны Судана генерал Ават Бенауф. Но не прошло и суток, как власть перешла к 59-летнему генерал-лейтенанту Абделюфатаху Аль-Бурхану. С февраля этого года он генеральный инспектор Вооруженных сил, а до этого начальник штаба сухопутных войск. По мнению экспертов, он опирается на силы быстрого реагирования под командованием 43-летнего бригадного генерала Мухаммеда Хамдана Дакла, известного в стране как Хамити, достойны похвалы. Силы быстрого реагирования именуются так же как силы быстрой поддержки, находятся в составе Национальной службы безопасности и разведки Судана и выполняют функции внутренних войск, занимаясь подавлением митежей, борьбой с контрабандистами и террористами. Аль-Бурхан и Хамити, отмечают арабские СМИ, притерлись друг к другу в процессе координации действий суданских войск в Емине, где те действуют в составе возглавляемой Саудовской Аравии коалиции. Отсюда, кстати, и хорошие связи этих военачальников с Саудовским руководством. Власти Саудовской Аравии уже поддержали военный переворот в Судане. В сообщении официального информагентства Королевства СПА Говорится, что официальный Эр-Рият одобряет действия Переходного военного Совета Судана и поддерживает народ этой африканской страны. Король Саудовской Аравии поручил направить в Судан груз гуманитарной помощи, включая топливо, зерно и лекарства. Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Сала Гош подал в отставку вслед за Авадом Бен-Ауфом. Гош считал причастными к происходящему спецслужбы Израиля. По его утверждению, в Судан и Скене были переброшены около трехсот повстанцев, связанных с израильской разведкой МОСАД. Он также возлагал ответственность на организацию беспорядков в провинциях на антиправительственную группировку Суданская Освободительная Армия. Хамити, ставший заместителем главы Переходного Военного Совета, выдвинул свою программу политических реформ в стране, которая сводится к ограничению переходного периода 3-6 месяцами, пересмотру Конституции, созданию гражданского правительства и проведению отвечающих международным требованиям выборов, а также привлечению к суду коррумпированных чиновников. В свою очередь, генерал Аль-Бурхан объявил, что Военный Совет отменил чрезвычайное положение и комендантский час. По его словам, в стране будет сформировано гражданское правительство, и армия не будет вмешиваться в процесс его формирования и работы. Военачальник призвал все политические силы к широкому диалогу, при этом указав, что переходный период составит два года. Экстремистская организация, запрещенная в РФ. Заместитель главы Переходного военного Совета Хамити выдвинул свою программу политических реформ и призвал к проведению отвечающих международным требованиям выборов. 12 апреля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан в Москве Надира Бабикера по его просьбе, сообщил МИД России. В ходе беседы обсуждалось последнее развитие событий в Судане. При этом суданский посол подчеркнул, что произошедшая в Хартуме смена власти не отразится на внешнеполитическом курсе Судана, который твердо нацелен на дальнейшее укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Россией. С российской стороны был подтвержден универсальный принцип о невмешательстве во внутреннее дело суверенных государств и при этом выражена надежда на скорую стабилизацию обстановки в дружественном Судане в интересах обеспечения безопасности и поступательного социально-экономического развития суданского общества. Владимир Молчанов, Красная Звезда